Создатели спектакля считают, в пьесе Эдварда Олби соединились энергии Шекспира, Чехова и Ионеску. Абсурд, глубокий психологизм и жестокость страстей. В пьесе четыре персонажа. Чтобы лучше разобраться в характерах героев, режиссер Данил Чащин обратился за консультацией к психологам. Итак, у Марты истерическое расстройство личности, у Джорджа параноидальный тип характера, у Ника нарциссическое расстройство, у Хани психический инфантилизм. Две супружеские пары и ночь жестоких психологических игр. Например, «Громи гостей» или «Хочу хозяйку». Я обнимаюсь с одним из наших гостей. Прекрасно, с кем именно? Ты дебил? Один за другим из шкафа вынимаются скелеты. Джордж и Марта только и делают, что ругаются. И при этом внутри этих жестоких отношений есть сильное чувство. Почему люди кричат друг на друга? Потому что они далеко друг от друга. Казалось, между нами полтора метра, а между нами просто километры целой вселенной. Я пытаюсь, чтобы ты услышал меня. Будь как я. Почему ты не такой, как я? Я хочу, чтобы ты меня услышал. Про невозможно слышать друг друга. Это же уже какая-то отчаянная попытка. Джордж терпит алкоголизм и измены жены. Из всего делает изощренную игру. Такая сложная пьеса. Я вообще не разобраться вообще. Можно умереть, застрелиться можно, разбираясь. Мне до сих пор. Предположим, он, будучи трезвым человеком и видя, какая Марта эмоциональная, для того, чтобы в какой-то кризис ее, когда у них не могло быть детей, он придумал фобию. Он придумал, что у них есть сын. И дальше они стали растить этого сына. Фантазии. Формула самого Олби – это два дикобраза, которые замерзают и, пытаясь согреться, трутся друг об друга, но при этом ранят своими иголками. Агриппина Стеклова считает, Марта чудовище, но в ней много любви. Любовь ведь не всегда созидательная. Она и разрушительная. И вот она такая. Но мне кажется, все-таки она любовь. Страхи, комплексы и неумение быть счастливым. Герои делают сложный жизненный выбор. Между иллюзией, которая облегчает страдания, и жестокой правдой. Ничего не беспокойтесь, я вас не думаю. Хотя это было бы забавно. А как вы это делаете? Как вы совершаете эти тайные мелкие убийства? Пройдя через этот, наверное, можно сказать, ад этой ночи, которая происходит между четырьмя людьми, ну, наверное, все это для того, чтобы стать ближе к самим себе. Артисты уверены, их герои в эту страшную ночь переживают внутреннюю трансформацию. Достигнув дна, в свой следующий день они войдут другими. Яна Музыка, Виктор Лашкул, Новости культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова